Люди, мы очень редко разговариваем о жизни, о самой же жизни. Мы на самом деле находимся постоянно, как наполнять наш жизнь, наш ежедневный день, будущий, наш, наших детей. Но очень редко, в принципе, задумывается о том, то что, а что на самом деле жизнь сама, как, в принципе, он должен выглядеть. У меня на этой неделе был один парень, который сказал, чуть-чуть у него такое депрессивное время настало. И он говорит мне, Маша говорит, опять, говорит, одна неделя прошло. Опять одна неделя прошло. И в этой грусти, в этом down, в этом депрессии, и я подумал, то что, может быть, это тоже сверху то, что на самом деле этот парень такой же сказал. Именно на той неделе главы, в которой мы сегодняшний день находимся с Божьей помощью, мы хотим обсуждать, а именно глава Хай Сара, жизнь Сары, жизнь Сары. Мы всегда говорим о жизни, как оно прошло, как оно было. Проходит муж из работы, жена спрашивает, ну, как был твой день? Жена, муж спрашивает жене, как был твой день? Рассказывают друг другу, как был успешный, не был успешный. Проходит неделя, человек смотрит, ой, эта неделя была плохим или хорошим. Человек смотрит о реальности, которая произошла. Был так, не был так, был успешным, не был хорошим, плохим. Проходит год, мы насматриваемся, был хороший год или нет. Проходят определенные, скажем так, годы в нашей жизни, время школы, время университета, время этого, определенный период времени. Мы насматриваемся, как оно было, мы оцениваем всегда, как оно было. Но, как на самом деле мы можем влиять на эту тему? И как, в принципе, должен, в принципе, выглядеть на самом деле наши дни? Какой именно энтузиазизмом и все такое? И как именно тохеном, все то, что внутри должно быть? И об этом очень редко, в принципе, задумаемся. Это, в принципе, же самый основной момент. Да если мы недовольны от нашей жизни или и так далее, как в случае этого парня, может быть, что-то поменять? Может быть, что-то подумать, как, в принципе, должен пройти моя жизнь? Мое, как бы, время, мой день, моя неделя, если я недоволен с этим, значит, нужно, может быть, по-другому какой-то, скажем так, соль и перец поставить на той день моего дня, на неделе моей жизни, что, может быть, что-то поменяется, вкус поменяется, движения какие-то, может быть, поменяются. И на этой неделе, главы, дорогие друзья, как раз таки именно рассказывается, как жили наши прадцы, как проходила, против, их жизнь, в чем было, чем они дышали каждый день, чем была наполнена, на самом деле, их жизнь. И как мы уже в прошлой неделе говорили, Когда же дойдут мои действия к действиям наших прадцов Авраама и Цаакьякова? Это вещь, которую каждый еврей должен при себе сказать. И в нашей неделе главе мы встречаем две вещи, которые Тора нам рассказывает, кроме других, как бы, тем, которые тут обсуждаются. В нашей неделе главе рассказывается, как Сараимену Аля Шалом скончалась и уходит из этого мира, и Авраама Вину, наш прадец Авраама Вину Аля Шалом, скончался и уходит из этого мира, Беулам Эмид. И, как мы уже сказали, в конце дней, в конце недели, в конце года, в конце жизни, мы смотрим назад, мы хотим обсуждать, понять, как же, на самом деле, выглядела, на самом деле, вещь, которая прошла, как оно было. И точно так же Тора обсуждает и дает нам намеки, как же выглядела, на самом деле, жизнь Сараимену, и как выглядела жизнь Авраама Вину. И, может быть, от этого мы будем в состоянии, с Божьей помощью, взять уроки для нас же. Как же их, они же, в принципе, примеры для нас, как, что мы можем взять, в принципе, для нас, для нашей практической жизни, чем наполнять нашу жизнь, наш день, нашу неделю, нашу всю реальность, так как наши прадцы. Давайте посмотрим сначала слова Торы, и потом, с Божьей помощью, постараемся понять, может быть, несколько как бы моментов интересных, которые связаны с Сараимену, и Авраама Вину, может быть, еще уроки дойдет еще до этого. И понять тоже, с Божьей помощью, для нас, что мы можем, на самом деле, взять от этого. Наше недельная голова Хай Сара начинается тем, что написано И были жизни Сары сто лет и двадцать лет и семь лет годы жизни Сары. Человек не должно быть чрезмерным мудрецом, большим этим, чтобы на первый же взгляд, посмотрев, только даже перевод этих слов, сразу же задается несколько вопросов на этом же месте. И наши мудрецы полно заняты понять, почему Тора, почему Всевишня таким образом написала о жизни Сары. Во-первых, вот это были жизни Сары. Не сказал Тора то, что и жила Сара сто двадцать семь лет. Нет, эти жизни Сары, вот это и были, говорит, жизни Сары. Почему? Второй вопрос. Несколько раз мы замечаем здесь, что написано сто лет, двадцать лет, семь лет разделяет жизни Сары, которая нажила сто двадцать лет, на разные именно частей. Сто, и потом двадцать, и потом семь, и на каждый раз повторяет Тора с голды, голды, голды. И понимаем то, что все это просто не так. и в конце добавляет уникальную вещь, которую мы нигде не встречаем, а только про Сара имену Алия Шалом. Шеней хаея Сара. И вот эти были годы жизни Сары. Такой вещь, дополнять, как бы еще, еще один послуг, еще один послуг, у Абрамовину по-другому написано, и Шеней хае Сара не написано, Шеней хаея Врагам не написано такого, и нигде абсолютно такое не написано. И вопросы, конечно, задаются, что же тут заключено? Как же на самом деле Тора хочет рассказать нам в конце дня уже Сара имену, как же выглядела жизнь этой праведницы? Как выглядело это все? Давайте начнем с первого момента, который тут раскрывает нам Хатам Софер. И основаясь на наших мудрецов Балатуры и Татской Небабалетасфот, то, что слово Вайгью в этой недельной главе, как начинается Тора, Вайгью хае Сара и были жизни Сары в Вайгью в этом заключено определенный намек. В чем намек? Говорит нам Балатуры Вайгью, если мы возьмем, дорогие друзья, число слово Вайгью это 37, Вав это 6, Юд это 10, 16, Хей это 5, это 21, Юд это 10, это 31, и Вав это 6, все вместе у нас 37. Говори на Балатуре, чтоб ты знал, жизнь настоящей Сары это было всего лишь 37 лет. 37 лет? Почему? Потому что, дорогие друзья, когда Сары было 90 лет, тогда она получила своего сына Ицхака. И наши мудрецы описывают то, что человек, который без детей, не дай Бог, он в статусе мертвого человека. Когда есть на самом деле жизнь, жизнь настоящая, это есть, когда у человека есть дети. И про это говорится, когда Сары Аймину скончалась с Аляшалом, когда ей было 127 лет, когда Ицхаку было 37 лет, и настоящая жизнь Сары написана в Айю, в Айю, сколько это, 37? Ха-Ей Сара. 37 лет были настоящей жизни Сары. Значит, жизнь, которую дают нам дети, имея нам детей, иногда, может, мы не понимаем, мы, может быть, недоцениваем это, но, дорогие друзья, это есть настоящая жизнь. Когда у человека есть дети, это дает настоящая жизнь. До этого, как мы сказали, человек, не дай Бог, которого нету, не дай Бог никому, все, которые ждут, чтобы Ашем послал по скорой времени. Человек написано, он в статусе мертвого человека. До этого жизни Сары не было жизни. И теперь, 37 лет Ицхаку Абину поживает. 37 лет есть жизнь Ицхака. Дорогие друзья, давайте посмотрим в наших комментаторах Хатам Софера, как он объясняет, как определялся на самом деле настоящая жизнь. То, что Сара назвала себе, Патаро описывает, что Саре было настоящей именно жизнь. Как это определяется? Говорит нам великий Хатам Софер, дорогие друзья, человек он должен желать и хотеть от трех вещей от своих детей. Чтобы когда у человека есть на самом деле эти трех вещей он может иметь настоящую именно счастье, настоящую именно жизнь. Эти три вещи были у Сара имена из-за этого Тора выражается настоящая жизнь именно Сара имена. Первая вещь говорит нам Хатам Софер. Написано на наших мудрецов, человек который он не бемикра вело бемишна вело бедерехахе вело бедерехерец эйну минайшув. Человек который написано последнее мишна во первых месахет Кедушин то, что человек который не знаток мишны и хумаша пятигнежья и у него нету нормального и здорового подхода к своему бизнесу своим делам качества правильной праведности правильной именно он не минайшув он не часть заселения можно так сказать но имеется ввиду то, что это не это не то, что должно быть это не вещь, которая желанна говорит нам Хатам Софер желание Сара имена исполнило желание когда он увидел то, что Ицхак когда стало ему 10 лет когда он уже начал изучать мишну он увидел то, что уже сын идет уже по правильной пути то, что для нас когда наши желание должно быть что что наши дети были привязаны к творцу первая вещь которую мы можем самую большую вещь самую большую жизнь самую большую радость которую можем подарить нашим детям что они будут в изучении Торы, дорогие друзья. Когда есть нужное время, отправить их в Ешиве. Показать им правильный путь. Там есть настоящая истина, там есть настоящая жизнь, которой все наши предки этим занимались. Знаете, когда я был в Грузии, в том городе, где я родился, я удивился. Мама же, я был в шоке. Я когда был маленьким, были там много книжек в том сенагоге, где я родился, где я учился, я вырос в принципе. Но я нигде, были там книжки, которые никто не открывал их. Я когда приехал после нескольких лет, когда уже учился в Ешиве и так далее, я прихожу в этом месте, опять возвращаюсь, посмотрю в том сенагоге, где я молился, в том месте, где я молился. Вот такое невероятное именно возвещение, мамаш. Я прохожу, я открываю эти книжки, я был просто в шоке, дорогие друзья. Книжки, серьезные книжки, не какие-то там хумаши, не просто простыми, с комментариями, Талмуд, Эйняков, книжки, которые мы сегодняшний день изучаем в Ешивот, оказывается, наши предки это изучали. Мы просто это не видели. Все предки наши, оказывается, это изучали. Старые-старые книги, дорогие друзья. Это все было там, в синагогах. Если бы не изучали, зачем оно было там? Значит, да, изучали. В других городах Грузии, посмотрите, там было, мамаш, хедарин, у нас тоже в детстве, папа рассказал, они ходили в хедарин, а изучали, мечтают, изучали все. Было поколение, которое это все потерялось. Но нашим детям мы хотим подарить настоящую жизнь. Говорит нам, Мишна, дай им изучать Мишну, дай им изучать Гамру, дай им изучать Тору. Это говорит настоящая жизнь. Когда Сара увидела, что Ицхак дошел до уровня, до возраста 10 лет, и он был в изучении Торы, в изучении всего, это была для него радость. Тогда она успокоилась, это была именно радость. Второй степ, который говорит нам, Хатам Софер, от чего человек должен быть именно радоваться и бить в этом, то, что его сын, его дети, они настолько в силе перебороть их не злое начало. И когда Ицхак устал 30 лет, и написано, наши мудрецы говорят, что с 20 лет появляется в человеке очень много сил, и ему очень сильно тяжело побороть свои Тору. Конечно, что возможно, безусловно, но дается чрезмерно много. Но в 30 лет этот человек уже чуть-чуть устаканивается, то, что называется, становится более серьезным, более сильнее, и он больше именно в силе перебороть свои Тору, свой злой начало. И когда Сара имен Валей Ашалом увидела, что Ицхак дошел до возраста 30 лет, и его Торара до сих пор не побеждает, и он остается в Цадика, для него стало говорить, второй говорит радость. Второй говорит радость. Из-за этого воспитывать, когда мы хотим, в чем должна быть наша цель, чтобы воспитывать, кто такой, говорит, сильный, мощный, давайте мускулистый, это есть сильный, мощный, или же сильный, мощный, это тот, кто на шпирке вот, говорит нам, кто есть мощный, кто есть сильный, который может свою Ицарару держать себе в руки. Это то, что мы должны воспитывать именно в детях. Ицарара, которые выдерживают наши дети, они да в состоянии промолчать, когда они не хотят что-то сказать, они да в состоянии контролировать себя, они не поддаются быстро именно людям. Это то, что мы должны именно воспитывать в наших детях. Это то, что Сараймену радовалось, когда Ицхак устал 30 лет, и сказал, моему сыну 30 лет, и до сих пор Ицарара не побеждал. Второй говорит радость. И когда приходит, тогда сейчас приходит третий момент, который говорит нам Хатам Софер, который выше именно уровень, выше уровень, я надеюсь, что я правильно понял то, что он имел в виду. Пишет нам Хатам Софер то, что третья вещь, это, уровень тогда, когда есть особенная защита у человека, что даже на вещи, которые не намерены, именно запреты не намерений, вещи, которые человек переступляет, а даже не намеренно на какие-то вещи человек не переступает, потому что у него есть защита от Творца. Творец защищает его, чтобы сохраняет его, чтобы он не делал определенных вещей. И это, и это, дорогие друзья, особенная вещь, которую тоже Сараймену увидела в своем ребенке. Когда? Тем, что мы знаем, что человеческая жизнь, 70 лет, говорит нам, Тавида Мелех, 70 лет человек живет, максимум 80 лет, да? Дай Бог всем, 120 лет жизни. Но когда Ицхак устал уже 36 лет, значит Ицхак уже пережил большинство своей жизни. И до сих пор видел Сара то, что он побеждает свою царару и Творец сохраняет его из плохих вещей. Тогда говорит Сара, извините, Сара Бенуана поняла то, что в действительности жизнь, то что Ицхак, он настоящий праведник и дай Бог уже также и будет 20 дешмая. Из-за этого были наполнены буквально в смысле от радости Сына, от чего? От его праведности, от его силы, от мощи, то что это Сын, он может видеть живо своей царару, он побеждает своей царару и не поддается ему. И он на пути именно Твореца изучает Мишну, он изучает Гемурон, изучает Толмону, изучает Тору. Это то, что он Минайшуф, он – счастья той реальности, которой Творец желает в этом мире. Творец не желает вещей, которые против его желания, Творец не желает вещей, которые против человеческих именно, натуры и многих вещей, которые люди именно, к сожалению, делают. Это то, то что была радость именно Сары. Жизнь Сары 37 лет, откуда мы знаем, настоящая жизнь матери, настоящая жизнь, когда она может иметь радость от детей именно в этих трех вещах, чтобы дети изучали Тору, ходили по путям наших праотцов, изучали так, как Торец нам заповедовал, и что они в состоянии быть сильными, чтобы их злой соблазн, что их Ецарара их не побеждал. Это первая вещь, которую говорит нам Хатам Софер на этом же месте. Как выглядел именно Сара? Как выглядела наша праведница Сара? В чем у нее была жизнь? В чем она дышала? Она дышала именно этим. Дышала своим ребенком, где у нее было, в чем фокус, на что фокусировался, на что было у нее сказано, а, Паруха Шен. И это радость, говорит нам Хатам Софер, радость каждой именно матери. Это тот именно жизнь, как жила наша пра-материца Сара Имену. И это один из великих моментов, который может взять от первой именно Псуки, который говорит нам в нашей неделе глава. Перейдем дальше, дорогие друзья. Шеней Ха-Ей Сара. В конце этого Псука написана вещь, которую мы уже сказали, годы жизни Сары. Которые мы сказали, что такая вещь нигде абсолютно не встречается. Нет такой вещи, вы нигде не видите Тори, такой вещь, кроме Сары Имену Алия. Шалом, дорогие друзья. А что такое жизнь, в принципе, если зададим себе вопрос? Мы всегда говорим, жизнь, 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 жизнь такой годы Сары, это и жизнь, годы. Мазель, о каком жизни идет речь? О ком и жизни идет речь? Первый час ответил нам Хатам Софер. Речь идет о сыне, о праведности сына. Это был настоящий именно жизнь именно Сары. А второй именно момент, который в конце повторяет, что это такое, о чем идет речь? Есть много комментариев вокруг этого, дорогие друзья. Но есть невероятное большое объяснение, которое ходит очень гладко и очень прекрасно в всех словах, которые здесь именно написаны. Комментарий от Несими Воложин в своей книге «Аймека-дава». Он дает нам невероятное большое объяснение к этому всему. Говорит нам Несими Воложин, который являлся одним из великих-великих мудрецов прошлого поколения, 100 лет тому назад, который был больше, чем 100 лет тому назад, который был Рушишивый и Шиват Воложин, великий-великий-великий мудрец, написал много книги о Фалахе, написал книги про Нахумаш, один из великих-великих мамаш-мудрецов, который был у еврейского народа. Аймека-дава, дорогие друзья, объясняет то, что есть два типа жизни. еврестия. В Тора, в принципе, описывают о двух разных именно жизнях постоянно. Первая жизнь, которую описывает Тора, это вообще жизнь. Это что? Это жизнь и не смерть. Что человек живой, он дышит, он ходит, он живой. Это о чем идет речь. Но говорит нам Несими Кадава, есть еще второй вид жизни, которую мы, в принципе, тоже очень часто называем это. Человек выражает себя, разве это жизнь? Разве это что? А что такое жизнь? Человек живой? Что ты хочешь от него? То есть еще удивляемся очень часто. Разве это настоящая жизнь? Разве это хорошая жизнь? Мы желаем себе хорошей жизни, чтобы у тебя было. Мама, что имеем в виду? И на самом деле, поправьте, поправьте. Это то, что говорит нам Несими Кадава. Есть второй вид жизни. Это жизнь радости, без боли, без переживаний. Когда человек в счастье и в покое. Это называется жизнь. Наша мудрец Даша Тора пишет здесь, дорогие друзья. Шеней хаей сара. У Сары была настоящая счастливая жизнь. Мы все ищем счастья. Мы все хотим радости. Мы все хотим другим нашим детям, семье, чтобы поставить радость и смех, чтобы не было переживания. Чтобы не было никаких плохих вещей и грусти и так далее. Мы хотим найти где? Сара имена Леша. Оказывается, она была счастливая женщина. Она была настоящей жизнью, у кого была. Здесь она и была. И сейчас давайте посмотрим, в чем заключался это. И почему мы так говорим, что в действительности в Сара она была именно такая. Говорится, наши мудрецов, дорогие друзья. Это очень длинная тема, но мы укорачиваем. Вкратце это все расскажем. Если мы зададим себе вопрос, кто был больше Авраиме, Авраиме, Авраамовину или Сараимену? Кто был больше? Авраамовину, наш прадец, который мы в прошлой неделе столько-столько прочитали о нем. И, конечно же, как говорится, за каждого сильного мужчину стоит сильная женщина. Я уже не говорю о великих наших праматери, про отцов. Это же ни о чем-нибудь. И как мы знаем, как Тора неоднократно повторяет о праведности именно Сары. Но наши мудрецы говорят, Сара имену Алия Шалом пророчествия было намного больше, чем Авраамовину. Доказательства к этому? В прошлой неделе глава. В прошлой неделе глава рассказывается, дорогие друзья, то, что Сара имену Алия Шалом, она говорит Аврааму Аврааму после того, как у них рождается сын Ицхак, и видит Сара, то, что Ишмаэль, сын Авраама от Агара, от Рабини, он влияет очень плохо на Ицхака, и там несколько как бы моментов было, то, что он делал, не зайдем в детальности, что было там, говорит Сара имену Алия Шалом, ты должен выкидывать Ишмаэль, твоего собственного сына. На что Аврааму Аврааму нечего сказать. Ему было больно очень сильно насчет своего сына, то, что он ведет тебе плохо и так далее. На что, дорогие друзья, приходит Творец и говорит Аврааму, Авраам, слушай все то, что говорит тебе Сара. Слушай все то, что тебе говорит Сара. А что там говорят наши мудрецы? Мы видим то, что Сара имену было побольше пророчицей, чем Авраамовину. Она видела вещи, которые Авраамовину не видела. Как это может быть? Посмотрим в Торе. Сколько раз Творец общается с Авраамовиной, сколько раз общается с Сарой. Мы видим намного больше раз, постоянно Ашем общается с Авраамом. Но с Сарой один единственный раз, и то, которое непрямым образом написано в нашей Торе, и в Медрэши, Медрэш говорит то, что Ашем обращается этим выражением к Саре, то, что почему ты смеешься, когда была эта вся история с Ицхаком и так далее, почему ты смеешься. Только тогда. И несмотря на это, мы видим, что она была больше, чем Сара имен Авраамовину. И чтобы мы кратко объясним, дорогие друзья, объясняем нам имя Кадавар, что есть две разные виды пророчества. Есть пророчество, которое называется Невуа, именно пророческий дар, когда человек общается именно с Творцом и так далее. Есть Руаха Кодыш. Руаха Кодыш. Но Невуа, именно пророчество, оно на самом деле намного больше, чем Руаха Кодыш. И на самом деле, Давидом Элих удостоился обоих и Руаха Кодыш, и Невуа. Теперь, все то, что произошло, то, что Авраамовину, он был больше в пророчестве, то, что Творец именно с ними разговаривал очень часто. Но Руаха Кодыш у Сары было намного больше, чем у Авраамовину. И это то, что мы говорим, пророчество, а именно что? Руаха Кодыш это был у Сары намного больше. Невуа, пророческий дар, то, что общаться именно с Творцом, конечно, Авраамовину был больше. Теперь, как это проявляется? Где это видно и что это практически? Чтобы получать человеку Руаха Кодыш, дорогие друзья, необходимо, чтобы человек, как называется, отдалился от реальности. он уже так называемый Ит Бодедуд, находиться с вами на единстве и так далее. И перед второй момент тоже необходимо, чтобы быть постоянно в радости. Постоянно именно в радости. И тогда человек в состоянии получать Руаха Кодыш. Говорит на меме Кодавар, что мы знали, Авраама Вину был меньше в Руаха Кодыша, чем Сара. Почему? Потому что Авраама Вину, он не мог уединяться и Ит Бодедуду делать именно с Творцом, потому что он был постоянно занят с людьми. Он постоянно ходил, он постоянно общался с людьми, он постоянно доказывал, у него не было времени ради этого. Но Сара и Мену, с другой стороны, несмотря на то, что мы знаем, она приближала многих женщин, которые к единству Творцу, верим на Творцу. Сара и Мену Алия Шалом, она была намного больше времени у себя в шатре. И она могла уединяться в себе. И она могла Ит Бодедуд делать и этим образом постоянно получать, постоянно быть именно на готове именно Руаха Кодыша, который, возможно, не было у Авраама Вину. И не только этот. Был большой разница между Авраамом и Сара и Мену. И таким образом пишут наши мудрецы, что Сара и Мену сказала, то, что Авраам, все то, что с ним происходит, у него через обещание Творца, у него есть битахон в словах Творца, у него есть упование в словах Творца. Творец говорит ему, Авраам, иди в другом, на стране, иди туда, я тебе дам все благословления. Авраам Вину идет, у него есть обещание. Конечно, будет сложность, и будет это, и будет то, и все. Но у него есть обещание. Он доверяет на словах Творца. Все то, что Творец говорит, так и делаем. Так и делаем будет, откуда есть богатство. Приходит он в стране, и сразу же есть бедность. Битахон. Мы уповаем на Творца. То же самое в нашей жизни, если у нас есть определенные вещи, которые Тора говорит нам, мы говорим, а, как же это будет? Человек, который дает стаку 10-20%, он что, разбогатеет? Уповай на него, ты увидишь, что это так работает. Да, во всех вещах нам нужна вера, на что Ашем тебе обещает, нужно уповать на него, что он исполняет свои слова. А, забирает это время? Да, Аврама Вину тоже ждал. Это есть настоящее упование. Не через 2 секунды. 2 секунды все могут. Но будешь сильным на настоящем, это есть настоящее упование. Аврама Вину уповал на словах Творца. Но говорит Сара Аймену, дорогие друзья, я прихожу через веру. Все то, что говорит ему, у нее нет ни одного обещания. Она была на уровне веры. Даже если, несмотря на то, что ей не было ничего обещанного лично, она постоянно была в вере с Творцом. Постоянно в вере с Творцом. И постоянно в вере Творца, дорогие друзья, это то, что давала Сара Аймену Аля Шалом. Настоящая радость. Почему? Потому что радость, это то, что приводит друг Ахакодыш. И без радости она не была бы в состоянии при ней получать этот друг Ахакодыш, который мудрецы говорят нам, она была больше, чем Аврама Вину. Это невозможно. Значит, о ком можно сказать, что она была женщиной или человеком радости, настоящей жизнью в кого была? Это была наша матерь, это была наша великая мама Сара Аймену, в которой она жила верой, дорогие друзья. Вера это то, что давало ей не переживать, не быть постоянно в депрессии, быть в радости постоянно. И это есть тот великий вещь, который Тора здесь написывает о ней. Сара Аймену? Ты хочешь знать ее жизнь? Это жизнь настоящая. Настоящая жизнь, когда мы говорим, Ах, жизнь без переживания, без ничего. Когда это может быть? Только через веру. Только через веру. Вера есть, дорогие друзья, это то, что мы, держит наш все абсолютно. Любой вещь, без веры, сегодняшний день человек может, как стекло, просто, не дай Бог, поломаться. Любой вещь, на любой шаг. То будет с детьми, то будет на работе, то будет наша приватная жизнь с мужем и женой, то будет наше доверие к Тору, то абсолютно все. Вещь с нами происходит определенная, и человек постоянно, может быть, не в депрессии, кто-то не так сказал, кто-то не так подумал, а когда ты понимаешь, что это все Аташема, он есть, за кулисами стоит абсолютно он. Тебе что, разница дает, кто-то что-то сказал? Если у человека есть именно вера, вера в Творце, то, что он переживает о нем, и он любит его, и он всегда с ним, и он никогда его, никогда, никогда его не покидывал, и никогда не будет покидываться, никогда не будет такой реальности. Творец всегда с нами. Тогда о чем переживать? Давид Амелех пишет то, что я, как маленький ребенок, маленький ребенок в руках матери, вы знаете, самый счастливый человек, или творение в этом мире, кто? Это младенец. Почему? Он ни о чем не переживает. Он будет грязно, его поменяет. Будет голодный, да тут я ему иду. Где еда? Он знает. Он знает, где кухня. Он знает, как холодильник открывать. Он знает, где молоко лежит. Он знает, как газ включить. Он ничего не знает. Но он знает, что он самых уверенных в руках. Он в руках своей мамы. Точно так же мы, дорогие евреи, мы в руках Хашема. Постоянно, постоянно, где мы не находились бы. Но папа говорит, посмотри на меня. Посмотри, у тебя есть боль, у тебя есть что-то. Посмотри на меня. Кто это на самом деле делал? Откуда это пошло? Молись обо мне и увидишь это все. Увидишь это все. Я с тобой. Я всегда с тобой. Где он? Он всегда был с тобой. Ты просто это не видел. Он был всегда с тобой. А как тут даже депрессия. Конечно же, безбожья, дорогие друзья, в мире привез самую большую болезнь планеты депрессию. Мы не хотим быть с Богом. Это то, что вышло. Человечество не хочет быть. Мы хотим быть с нами. Гугл поможет нам. Фейсбук поможет нам. Твиттер поможет нам. Государство поможет нам. Наша профессия поможет нам. Босс поможет нам. Мы уповаем на них. Потом разочарываемся. Мы смотрим, как в Инстаграме, Фейсбуке, как люди одеваются или как они выглядят. Что за со мной? Смотри, какой я родливый. Почему я не такой именно красивый? Смотри, какой я этот. А, посмотри, а где Ашем, когда ты все это смотришь? Кто твою красоту тебе дал? Творец. Он что, делает ошибки? Творец никогда не делает ошибки. Кто дал этого мужа или эту жену? Кто дал этих детей и творец никогда не делает ни одну ошибку в этом мире? Когда человек осознает, что все вещи абсолютно Творца, без вода нет никаких вопросов. Что должно быть? Если я понимаю, что это самое идеальное для меня, моя реальность, почему я не богатый? Не дай Бог, если ты был бы богатым, чтобы был бы с тобой. Ашем же делает ошибки. Хочешь? Докажи Ашем. Молись, чтобы он с хорошей стороны тебе дал богатство. Откуда ты хочешь красоту? Ашем тебе даст. Не переживай. Помолись, что с правильными намерениями, но знай, что он никогда не делает ошибки. И доверься, и покажи ему, он с Божьей помощью, с его помощью, он может тебе все абсолютно дать. Это из веры, дорогие друзья, это о чем именно сейчас здесь мы говорим. Я хочу про маленькую историю вам рассказать. Я не знаю, мне кажется, я рассказал эту историю или нет. Моя дочка пришла, когда она была в школе, она начала сейчас сходить в первый класс. Она пришла, и говорит, у меня папа плохое настроение, постоянно, говорит, какой-то там плачет, приходит, это без настроения, жена переживает и так далее. И пока мы узнали, когда она сама рассказала, что это один парень у них в школе, у нее в классе, который ей не дает покой. Постоянно кто смеется, постоянно когда издевает, в школе, как все нормально, мы все прекрасно знаем, что это было, все приезжали, все прожили в школе, все были в школе, все знаем прекрасно. И мы думали, что делать сейчас, мы не хотим, чтобы наша дочка, не дай бог, с детства, так и веришь, с другой стороны, пойти сейчас с парнем, пойти с родителями, пойти с раввину поговорить, глава школы. И тоже не хочется такие большие именно балаганы делать и так далее. Дети, все это может быть, но это не было один-два раза, это мама же повторялся и повторялся практически каждый день. И постоянно ребенок именно в таком, именно, плохом настроении, слезы, и это, это уже перешел абсолютно все границы уже. Мы думаем, 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 что делать, может быть, я думал, грозителя, может быть, еще нет, потому что уже очень сильно близко, это нехорошо, но может быть, кровину подойти. И много-много таких мыслей. Потом я думал, может, что ты делаешь сейчас, может, о чем ты думаешь? Ты думаешь, Равин тебе поможет? Ты думаешь, мама поможет его? Папа поможет его? Глава школы поможет тебе? Парень поможет тебе? Что, не осознаешь, что это все от Ашема? Причина этому, я не знаю, причина Ашема, я не знаю, я хочу даже его спрашивать, мы не спрашиваем никаких вопросов, но я знаю, что у меня есть адрес, где я могу всегда обращаться. Молитва. Он все может делать, как? Я не знаю. Он может все делать, он состояние, любая вещь, делать нам, дорогие друзья, без никаких абсолютно сомнений одной именно миллиметра. Как? Я не знаю. Думаешь, о, может быть, Ашем будет давать имаме хорошие мысли, парень. Никаких планов, не дай творцу никаких твоих вариантов, ему не надо твои варианты. Он все прекрасно знает, он уже управляет, он мир, 5782 года, и он был королем до этого, и он твой создатель, будет королем, он всемогущий, и он все может. Как? Не знаю. Он может, мы не можем. Дорогие друзья, я молюсь Ашема, мама с слезами. Я прихожу домой, моя жена говорит, Моша, я тоже самое вещь сделал, я не хочу никакой родителей, думал, маленькие старания, что мы можем. Ашем, он может все делать. Все. Следующий день, я как уверенный, просто был, это сегодня, 10 тысяч мая, будет очень хорошие новости. Следующее утро, я иду с моей дочкой, в школу утро, и говорю, ну дочка, как было вчера, весь в радости, весь в этом. Папа говорит, не поверишь просто. Говорю, дочка, макара, что произошло? Папа, знаешь что, этот парень, даже если он мне что-то делает, я абсолютно не обращаю на это внимание. Я говорю, что произошло? Папа, ты не поверишь. Моя лучшая подружка, в первом классе уже лучшая подружка, моя лучшая подружка сказала мне следующие слова. Говорит, Малка, когда этот парень тебе что-то делает, подумай, что он кусок бумаги. Что он кусок бумаги. Кусок бумаги. Да, да, папа, кусок бумаги. Я после этого даже не обращаю на это внимания. Говорю, Иштабах, Шимха, Ла Адмолкен. Вы понимаете, какие пути Ашема? Я, человек молится, и что, ты думаешь, папа делает это, это? Нет, абсолютно. Творец просто отдал ее самой лучшей подружке мысль, которую моей дочке полностью делал switch. Да? Кусок бумаги. Он абсолютно не переживает. И знаете что? Парень на 180 градусов поменялся. Почему? Логически. Психология простая. Если я кому-то делаю больно, и он не принимает мой этот, зачем мне больше делать? Да, парень тоже знал уже все, не зачем, да, уже весь, вся идея, то, что делать больно ребенку, когда ребенку не больно, когда ему все нормально, все равно, да? Почему делать? И ребенок поменялся, дорогие друзья. Как? Абба все может. Нету вы еще, который Абба не может. Все абсолютно может. Все могучшие, дорогие друзья. Это то, то, что показывает нам Сараймену. Они бэймуна. Я иду с верой, у меня нету автаха, я не знаю, у меня нету обещания, но я верю в тебя. И это где Тора описывает, что настоящая жизнь была только у Сары. Она была бэймуна, где творец выражается жизнь настоящая, без переживания. Была именно у нее. Была именно у нее. И это говорит настоящая жизнь, дорогие друзья. Перейдем еще один шаг вперед. Наши мудрецы описывают и задают все наши мудрецы задают себе вопросом, зачем Тора описывает так часто? Годы Сары 100 лет и 20 лет и 7 лет вообще 127 лет. Мама... Биг дел вообще. 100 лет, 20 лет, 7 лет. Значит, мудреца описывает сразу же здесь Раши, говорит то, почемчем объяснение, то, что точно так же, как 20-летная Сара имена Аля Шалом была безгрешная, точно так же, 100-летная Сара не была безгрешная. Точно так же, когда, как 7-летная Сара была красивая, то же самое, 20-летная Сара имена Аля Шалом она была красивая. Этому всему, конечно же, нужно объяснить, что Раши имеет в виду. Есть много-много глубины, извините, очень-очень много вещей, но это не тема, которую я бы хотел сегодня обсуждать. Но есть очень интересное объяснение, опять-таки, от Хатам Софера и который, мне кажется, мы можем взять очень большой урок для нас тоже. Дорогие друзья, хотим узнать, как выглядела жизнь Сары. Мы хотим действительно узнать, как жила наша великая мама Сара имена Аля Шалом. Давайте прочитаем маленький отрывок от Хатам Софера, который говорит нам, как в действительности объяснить это все. Годы, годы, годы. Что это значит? Что Тора хочет нам это сказать? Несколько раз повторяет нам годы Сары. Я хочу прочитать вам буквально в смысле перевести слова святые от Хатам Софера. КОЛЬЁМ ВЕШАНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ГОД ХАЯТАМ МИШТАНА БЕКТУША МЕНЯЛСЯ УСАРАЙМЕНУ В СВЯТОСТИ МИМАДРЕГА ЛЕМАДРЕГА С одного уровня на другой уровень «АЧАЙТАМ МИМАДРЕГА» жизни были жизнями на Сары, новые жизнями на Сары. Как будто она родилась в этот год. Повторяем. Почему-то выражается Шана, Шана, Шана постоянно. Показать нам то, что Сара и Мену не была постоянно на том же самом уровне. Каждый день Сары и Мену было больше. Больше святости, больше добавления, больше борьбы против Сары, больше подниматься, больше улучшаться. Настолько, настолько, когда ты одной из Сары знала вчера или год тому назад, это абсолютно другой Сара, чем сегодня и через один год. Это был абсолютно другой человек. Другой полностью. Брия Хадаша, дорогие друзья, как будто она родилась снова. И сейчас мы очень прекрасно можем понять, как Тора Мена выражается. И были жизни Сары, Меаш она сто лет, годы. Она родилась. Каждый раз было рождение, как будто новыми зарождениями на Сары в этом мире. Она была другим человеком. Постоянно, постоянно. Не в материальном смысле. Но когда ты общался с одной Сарой, это было все равно другой через десять лет, которая была и пять лет тому назад, и вчера, и завтра. И также в Ишев Ашан, Ипишнаиха и Сара. И двадцать, и семь лет, и семь годы, 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 чтобы именно показать вот это невероятное мне вещь. Дорогие друзья, мы это видим часто в потомках Сара имену Аляшалу. Я с большой радостью могу сказать, беймед, я сейчас в этом суккот, я удостоился быть моих родителей в городе Эсен. Я был такой радостью, что я видел, мамаш, людей, родственников моих и других, не только моих родственников, людей, которые... Мамаш, это не те люди, которые я знал два года тому назад. Меняется. Люди, которые постоянно в изучении Торы, постоянно хотят подниматься, ты с ним общаешься, это уже другой человек. Он уже с тобой не будет шутить точно так же, как он шутил год тому назад. Это уже не тот поведение, который был до этого. Есть люди, семьи, дорогие друзья, которые я знаю лично, которые... Есть определенные вещи, которые одна из сторон, мужчина или женщина, чувствует, понимает, этого я хочу менять. И может быть вся семья не будет, но она идет и делает это. Тот факт, что мы родились определенными, даже при всем уважении, при всем этом, в традиционных семьях и так далее. Это не значит, что мы должны оставаться на это, продвигаться постоянно. И ты видишь, как определенные, даже отдельные люди, их дети, этого мы не будем делать. Этого я не буду лично для себя делать. Другой человек. Ты поднялась, ты поднялся сейчас, один шаг вперед. Ты идешь по путям с Сараймену, Авраамовину, Ицхаковину, Якововину. Подняться, постоянно меняться. Постоянно, постоянно продвигаться. Постоянно быть вперед. Так как мы хотим, что ли, бизнесе, что у нас было хорошо. Так как мы хотим нашей карьере, что было у нас продвижение. Человек не может сидеть постоянно на то же самом уровне. Он хочет больше. Точно так же жили наши прадцы. И мы должны жить. И мы живем, слава Богу. Мы стараемся жить по путям наших прадцов. Продвигаться в наше отношение к Творцу. Наша жизнь не настоящая. Нашей будущего мира. Наши торы, соблюдения, улучшения своих качеств. И так далее. И это то, что нам говорит наша Тора. Как же выглядела Сараймену? Знай. Постоянно борьба. Постоянно улучшение. Постоянно вперед пойти. Постоянно, постоянно. Никогда не сдавать, никогда не говорить. Я на одном уровне. Я не меняюсь. Я не меняюсь. И это, на самом деле, один из сложных, на самом деле, моментов, когда мы иногда имеем отношение к людям, которые из традиционных семей. Говорят, что это есть пик. Это уже пик. Нет. Нет, дорогие друзья. Мне лично было очень тяжело это осознавать, что приехал из религиозной семьи. Я сам родился и так далее. И когда увидишь, что люди как-то новых вещей делают, вроде бы я был нормальным. Вроде бы я всё делаю. Но ты понимаешь, что нет, есть куда улучшаться. То, что наши родители не знали, не было изучения этого и так далее. Это не значит, что мы должны оставаться на том же уровне. Продвижение, дорогие друзья, продвигаться постоянно. Сегодня – это не вчера. Вчера не может быть так, как позавчера. Прошлый год – это не как должно быть этот год. Мы сейчас в начале этого года. Как будет выглядеть Новый год? Как будет шана? Это будет особенным. Особенным я буду делать моё движение. Не брест в гигантские сейчас вещи на себя, но будет другой. Год продвижения. Когда ты растёшь, значит ты плаваешь. Ты плаваешь, значит ты живёшь. А когда человек стоит на одном месте, говорят наши мудрецы, этого невозможно. Как мы знали, наша душа, наша реальность не может быть на одном уровне. Если человек думает, что он будет на одном уровне, это значит, что он думает, что он на одном уровне, но на самом деле он падает в 100%. Зело лех. Еврей не может быть на одном уровне. Или он падает, или он поднимается. Это наша реальность. Это не тот поплав, который ты ставишь в воде, чтобы было поймать рыбу. И он стоит постоянно на воде. Энка за товар. Нет такого. Или ты поднигаешься, или ты спускаешься. Да? Почему? Потому что у нас есть, дорогие друзья, наше тело и наша душа. Тело всегда тянет вниз. Хомрюд, материализм, тянет вниз. Вниз, вниз, вниз. Он не хочет, чтобы душа выиграла. Он не хочет, чтобы быть хорошей качества, и делать желание Ашема и так далее. Он тянет вниз. Ецарара тянет вниз постоянно. Но с другой стороны, здесь душа. Душа, которая даёт ему пушь наверху. Как лев, хочет, давай, давай, больше, больше продвигайся. Это очень просто. Если лев не выигрывает. Лев спит. Значит. Ецарара. Выигрывает. Человек-человек падает. Это очень просто. Один плюс один. Вообще ничего. Простая математика. Или ты наверх, или вниз. Сарая мена показала, она была всегда наверх. На шпиц. На шпиц. Продвигалась, продвигалась, продвигалась. Как это может быть, дорогие друзья? Я моими глазами видел людей, которые приходили и не знали, что такое Aleph, Beth. Не знали, что они даже не евреи, только они в Германию приехали. Ты общаешься с людьми, через год, два, три, они уже на уровне раввинов. Ихний разговор 10 лет назад и сегодня небо и земля. До этого плохие слова, грязные слова и так далее. Сейчас абсолютно другой. И мы знаем, что мы здесь для того, чтобы меняться. Не для того, чтобы быть на одном и том же уровне. И мы верим, что человек, даже если он делал что-то не так, что-то был этот. Это не конец света. Это не конец света, дорогие друзья. Это не конец света. Нам дано до последнего момента шанс, что мы можем меняться. Что мы можем меняться. Что мы должны именно продвигаться и продвигаться. И давайте здесь, может быть, есть подходящее место, чтобы сказать невероятные слова, которые написаны на Перкебот. Перкебот, дорогие друзья, говорится про четыре разные качества, которые необходимо, чтобы было у человека для служения Творца. И эта мечта находится в пятом перике. Двадцатая мечта. И говорит нам следующую вещь. Это мы говорим каждый день. После молитвы в шахрит. Вы, извините, после... Как долго мы заканчиваем горбонот в шахрит утром. Будь храбрым, будь отважным, как тигр, как леопард, как тигр. Храбрым, как тигр. Будь стремительным, будь легким или стремительным, как орел. Будь быстрым, будь шустрым, так как олень. И будь могучим, так как лев. Что это такое, дорогие друзья, когда наши мудрецы говорят про этих четырех разных животных, что это значит, как мы должны быть похожи на тигра, на леопарда, как ты хочешь быть похожи на него. Но на чем мудрецы, дорогие друзья, говорят здесь, то что у этих четырех разных животных есть определенные особенности, качества, которые мы можем научиться от них. И мы должны быть похожи именно на них. И не заходить сейчас в каббале, то, что в каждом из нас у нас есть частичка, на самом деле, животных. И тоже мы глубоко уже как-то поговорили об этом. Но по-простому. Есть определенные вещи, которые в них есть. Давайте посмотрим шаг за шагом, в чем есть особенность у тигра, у леопарда, в чем храбрость или отважность, которая есть, в принципе, у леопарда. Говорится, дорогие друзья, то, что это объясняет, это комментарий, который мы сейчас скажем, это внук брата близкого Гаона. Объясняет следующую вещь. То, что леопард, в чем сила на самом деле его, в чем храбрость как бы его, в чем, скажем так, азут можно еще перевести, наглость, но это не совсем как бы наглость, это больше храбрость именно. В том то, что, в принципе, леопард, он не совсем как бы сильный как бы животный. Он не, он не как бы самый как бы сильный или там что-то можно сказать, что он какой-то особенный или в этом. Но что? Но у него есть качество храбрости. Качество храбрости, он храбрый, он не боится, он идет, он все абсолютно делает, даже если он понимает, кто он есть, но он храбрый. Он, 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 это, что он может дойти именно до своего добычи и так далее, даже если он знает, что кто это, он, ну нет у этого силы, но храбрость у него есть. Точно так же, дорогие друзья, мы евреи должны быть храбрые во служении Творца. Где? Когда речь идет, когда мы хотим изучать Тору, когда мы хотим узнавать какую-то вещь от раввина, быть храбрым не надо стыдиться. Охватчиком быть, пойти спрашивать, достичь, чтобы я знал, чтобы я мог продвигаться, изучать это, быть храбрым в этом, быть храбрым пойти спрашивать, быть храбрым в другом вещи, приближать других евреев к Тору. Я знаю кто-то, я могу на него повлиять позитивно, я могу что-то ему сказать, что вещь, которая может приближаться, быть храбрым, не бояться этого. Даже я знаю, где он где-то, не бойся, будь храбрым, так как леопард, будь храбрым в этом, не надо бояться, не бояться к этому всему. Когда приходит вопрос о служении Творца, даже из храбрость и наглость, это иногда плохое качество, но всегда, в принципе, это плохое качество. Но это же плохое качество или плохое именно вещь, мы можем служение Творца использовать в позитиве, чтобы изучать Тору больше, захвачивать больше, храбрым быть этого всего, понимать каждую минуту, которую у нас есть параллельное направление. Вторая вещь, посмотрим сейчас, стремительный, так как орел, кал, или имеется в виду, он легкий, так как орел. Особенно в том, что он, на самом деле, есть намного, как бы, птицы намного, которые меньше, чем он, и они тоже легкие намного, чем он. Но особенность есть в том, что он, когда он из-за его слабости, он орла, он не устает, он не дает себе уставаться из-за, как бы, из-за того, что он летает, он не дает себе именно уставать из-за этого. Из-за этого он в состоянии полететь выше, чем все другие птицы, и точно так же именно поймать добычу, которую ему надо. Из-за легкости его. Точно так же человек должен изучать это все без своего богослужения. Что? Быть легким. Не то, что человек идет сейчас куда-то, нужно сейчас встать на шахрите, и сложность, и этот. Быть как в этом, быть в этом, пойти в легкости. Как в Рамовину мы видели в прошлой неделе, в Айарос, убежал, кто? 99-летний человек, который болеет, но он не чувствует эту сложность. Он мягко идет, когда, так как мы идем, даже настолько уставшие не были, когда речь идет о деньгах, все легким, ничего не болит, ничего нет. То, что также говорит Тошем, будь в служении Творца, будь в легком. Не этого себе, а, флуфи, я иду опять в русиногу. Нет. В легкости, в энтузиазме. Иди, подними этого тела. Третий вещь, дорогие друзья. Что мы говорим? Это что? Это гиборг и ары. Будь сильным. А, извините, еще у нас цви. У нас есть как олень. Быстрый, так как олень. У оленя есть очень особенное качество. Когда он бежит, он всегда преворачивается назад. Порой час назад. Что это дает нам? То, что иногда у человека есть такие-то моменты, ему нужно на ребенка наругать. Ему нужно вести себя не так, как его качества говорят ему. Иногда есть для того, чтобы достичь вещей, необходимость вести себя определенным образом. Говорит, например, вот, когда ты этого делал, вещь, которой не было необходимость этого делать, не оставайся на этом. Смотри назад и возвращайся на те твои хорошие качества, которые ты делал. Не оставайся там же. Не нужно было тебе сейчас жестко вести себя. Все. Обратно возвращайся на мою милость, на мою доброту, на мой все. На мой все. И это есть быстрота, так у оленя. И потом, самые сильные, дорогие друзья, будь могучим, так как лев. Лев, дорогие друзья, он, особенно в чем у льва? Он, мы знаем тоже, он король всех животных. Но разве, если подумаем это так? Он самый сильный? Нет. Он не самый сильный. Есть намного больше животных, чем он. Есть намного сильнее животных, чем он. Но то, что есть у льва, дорогие друзья, нет ни одного животного, из-за этого он есть король. Он не боится никого. Даже если есть сильнее враг, чем он, он не боится против всех пойти. Это есть особенность у льва. Он сидит, он лежит, как король. Он ведет тебя, как король. Что такое король? Не боюсь никого. Да, ты сильнее, чем я. Но не боюсь тебя. Я пойду против тебя, буду нападать на тебя. И не боюсь тебя. Говорят на наши мудрецы. Это должно быть у еврея. Могущество, как у льва. В чем? Побороть свои церара. Я церара. Как побеждать? Рибоно шер улам. Как побеждать я церару? Как? Он ангел, я человек. Как мне побеждать его? Говорит нам тут пиркевод. Знай, мой еврей, знай свое величие. Да, он огонь. Да, он сильный. Да, я тебе больше скажу, говорит наши мудрецы, человек не в состоянии выдержать свою церару, если не помощь от Творца. Да, он сильный. Но знай что. Делай один шаг ради того, что помог выиграть его. И Ашем тебе поможет. Если бы Ашем не помог бы, евреи не мог бы выдержать. Но Ашем тебе говорит, знай какая сила у тебя, у тебя есть нешама, который выше, чем все на этом свете, даже выше, чем ангелы. У тебя есть свобода выбора. Через это свобода выбора ты можешь вот так взять его в свои руки. Вот так взять себе руки. Как? Делай один шаг, Ашем тебе поможет. Мы не в состоянии. Только я справляюсь с своей церарой, он ангел. Но знай что, у меня есть такая папа, у меня есть такой папа наверху. Он так хочет, чтобы я выдержал это. Он так хочет, чтобы я именно побеждал свою церару. Он поможет мне и он готов для каждого из нас. И он хочет, чтобы мы выдержали это. И он даст и дает нам сято дешмая. Он даст нам силы и помощи и много-много сято дешмая, чтобы мы смогли свои церару именно побеждать. Даже если он ангел, даже если он сильный, даже если он мудрее, чем мы, даже все, даже если он старше, чем мы, и он знает все наши трики. Если Ашем поможет, никто не может постоять именно против него. Будь сильным, мощным против именно своей церары. И это, тебе наши мудрецы говорят неоднократно, что это то, что должно быть у человека. Храбрость, мощь. Пойти против этого. Пойти и делать желание Ашема. Пойти и не бояться абсолютно никого, что люди говорят, что они делают это, это, это все. Ты делаешь желание Ашема, это самый высший вещь на этом свете. Тогда я скажу, ааа, ты стал сейчас соблюдать этого. Дорогие друзья, это, сегодня можно мне это не видеть. Но в конце дней, посмотрите, откройте глаза на мир и увидите, как мир сегодняшний день. Приходит от такого момента вокруг мира, не надо тебе посмотреть политику или что такое. Вокруг, посмотрите. Я вижу это моими глазами, как все потихонечку видно. То, что это есть единственная истина в этом мире. Ашем показывает, ты ходил за мной. Ты не понимал и никто не понимал. Никто не понимал. Проходит время, когда в конце концов все скажут, вау, это было правильно. Ты увидишь сам, не надо никому, чтобы даже я тебе сказал. Это был, это правильный истинный путь. Это была правильная вещь, это была самая здоровая, самая хорошая вещь. Потому что ты ходил за мной. Сегодня Ашем может тебе сказать, ты не увидишь это, доверь со мне. Доверь со мне в этом. Пойди за мной просто за мной. Пойди просто за мной. Будь сильным. Я с тобой. Если бы мы были одни, дорогие друзья, что мы могли делать? Но Ашем говорит нам, будь могучим, как лев. И это качество, дорогие друзья, наших прорцов. Это качество Авраама Цахьякова. Мы видим, как они всегда-всегда дополняли. Всегда боролись. Всегда-всегда именно боролись. Посмотрим, как Авраама в войну борется против своей царары. Всегда это невероятно. Постоянно тянет его. Да, это человек же. Тянет его материализм. Как тянет, что? Сына убивать. Хочет человек старость лет. В старости не пойти пригласить этих гостей. И не пригласить. Человек болеет. Но что? Усиливается. Еще больше. Еще больше мощь. Еще больше мощь. Чтобы добавить, и добавить, и добавить. Чтобы ей царара не давать ему выиграть ему над нами. Без ратышем. Чтобы был этот урок Порошат Хай Сара невероятным большим уроком для нас. Жизнь Хай Сара. Жизнь Сары. Жизнь Сары заключалась в том, что она была полной верой Творца. Это то, что дал ей настоящую жизнь. Настоящую жизнь мы хотим радости, и спокоя, и без переживания. Это только иммуна. Иммуна, дорогие друзья. Наши поколения особенно. Гаврил Хофф Эцхайм сто лет тому назад. Когда еще мы не были настолько низко. Все то, что мы должны говорить. Все то, что мы должны именно работать над собой. Последнее покорение предприходом Машеха. Это вера. Все в этом мире говорит против всего этого. Никто не говорит об этой важности, дорогие друзья. Но наша задача последней борьбы не проиграть как еврейский народ. Пойти вперед. Пойти вперед. И с Божьей помощью в наше время мы уже очень близко, дорогие друзья, чтобы мы уже видели нашими глазами приход Машеха. И увидеть, как Сараймену в своей жизни, чем она жила? Детьми. У тебя есть ребенок. Ты живой человек. Ты ценишь это? Ценишь, что у человека есть жизнь в этой жизни? Ты настоящий человек. У тебя есть жизнь по-настоящему. А как должно быть выглядеть это, когда дети ходят по правильным путям? Когда ребенок соблюдает шаббат. Идет, изучает Хедера, изучает Тору, изучает Мишну, изучает Гемору. Идет и знает хорошее качество. И ведет в честном бизнесе. Все делает. Ты самая счастливая мама, самый счастливый папа в этом свете. Нету больше радости, когда видишь, что ребенок он настоящий, сильный. Побеждает своей царару. Это была жизнь именно Сары. Радость именно в этом. Жизнь именно в этом. Наполнять чем? Постоянно борьбы. Третий урок то, что мы сказали. Борьба постоянная. Постоянно подниматься. Постоянно улучшаться. Постоянно не сдаваться. И пойти вперед. Пойти вперед, чтобы достичь больше, больше, большего. Чтобы наш год, дай Бог, желаю нам всем, был годом настоящим. Иногда есть день, но есть день. Есть год, но есть год. Вот это был годом. Дай Бог, что каждый день наш, чтобы наполненным хеседом, наполнением митцвод, наполнением добрых дел и хороших дел, наполнением продвижения и наши годы, чтобы были лучше и лучше во всех планах. Духовный план, чтобы мы поднялись с этим, чтобы Творец тоже дал много благословения, много параносий и много успехов во всех делах. fellas, а меня насчет your powers. А меня меняется на youtube. Субтитры создавал DimaTorzok